Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, дорогие друзья! Да, и с председателем Псковской городской думы, и с представителями администрации УГХ, и были приглашены представители управляющих компаний. Выезд на наш округ, на 11-й. И задача таких выездов — это посмотреть, что было сделано за предыдущие периоды, и, может быть, наметить планы, и выявить новые проблемы округа. И начали мы с нашего парка, с нашего сквера молодежный. Этот сквер находится между школой 24 и двумя детскими садиками. Так скажем, достаточно свежий сквер. Долго мы выбивали финансирование на благоустройство этого пятна. Место притяжения сегодня можно смело отметить. И дети, и пожилые люди гуляют. В любой день можно приехать и увидеть, что он постоянно занят. Но не избаловано дальнее завеличие вот такими городскими парковыми зонами. Поэтому, наверное, так и притягиваются люди. Да, и мы отмечаем полезность таких рекреаций для спальных районов. Но мы уже проходили по больным точкам. В этом месте наша главная боль — это зеленые насаждения. Я помню, когда мы выбивали финансирование, и был осуществлен проект. Достаточно финансово емкий это был проект. И была договоренность, что мы его делим на две части. Первая часть — это благоустройство, связанное с дорогой, с покрытием. А вторая часть финансирования мы переносим на другой год. Это именно высадка зеленых насаждений. И с первой частью достаточно оперативно справились. А с второй частью на два года было перенесено это мероприятие. К счастью, все-таки были выделены деньги, немалые деньги, около миллиона рублей, высажены саженцы. Но больной вопрос всего нашего города сегодня — это после высадки зеленых насаждений, это за ними уход. Самый важный вопрос. Все знают, что необходимо ухаживать, особенно за теми растениями, которые только что высажены. Как минимум нужно проливать, еще и за ними надо ухаживать, и землю взрыхлять, и так далее. К сожалению, этого сделано не было. И достаточно большое количество деревьев погибло. В прошлом году мы выезжали, фиксировали этот момент, что необходимо вкладывать денежные средства для подрядчика, который занимается уборкой города, именно на обслуживание зеленых насаждений. Но, к сожалению, этого не было сделано. И мы зафиксировали, что еще часть деревьев погибла. Даже погибли те, которые были заменены подрядчиком по гарантии. Вот, по моему мнению субъективным, это такое, неэффективно использовать денежные средства. — Абсолютно. — Здесь надо, вот я критикую администрацию в этой части. Я понимаю, что все завязано на деньги, но не всегда на деньги, а иногда и на принятие решения, и какую-то там политическую волю. — Ну, здесь не нужно было бы, наверное, там какой-то совершенно сумасшедшей суммы денег, вот конкретно для вашего сквера, чтобы просто полить и обеспечить, как-то говорят, приживаемость этих растений. — Хотя бы на один год. — Да, да. И уже они бы не погибли, не нужно было бы их менять и так далее, и так далее. Насколько я понимаю, брусчатку тоже обсуждали в этом самом молодежном сквере, да? — Мы посмотрели и состояние брусчатки, состояние асфальтового покрытия. Был провал, точнее, вот в одном месте была просадка и асфальтной брусчатки. Но мы выполнили эту работу, мы поменяли брусчатку, мы поменяли асфальт, уплотнили дорожное покрытие. Сейчас там всё хорошо. — Всё в порядке? — Да. — Промойна, наверное, была, как обычно бывает, после интенсивного таяния снега или после дождя промывают. Из-за этого возникают просадки, провалы и так далее, и так далее. Ну, самое главное, что проблема устранена, и это очень здорово. — Если говорить в целом, Константин Васильевич, по какому принципу выбирается маршрут вот на таких депутатских выездах? Конечно, что называется, вы же не ведёте представительных гостей вашей территории по диагонали, вот просто на обум святых. Наверняка выбираются те объекты, где особенно вам, как депутату, необходима помощь. — Мы действительно тщательно готовимся с моими помощниками к таким выездам. Мы поднимаем протокол предыдущих выездов, мы смотрим, что выполнено, что не выполнено, и, конечно же, идём по больным точкам, смотрим, что не выполнено. В процессе прохода, естественно, мы говорим о том, что выполнено, это тоже надо акцентировать и отметить, но проходим по болевым точкам. И дальше мы выбираем те места, которые необходимо подсветить, как следующая точка принятия решения. Либо дороги, либо парковки, либо ещё что-то. К нам, бывает, подходят жители местные и высказывают ещё свои пожелания. — Как было и в этот раз, собственно, общение достаточно свободное было в ходе выезда. — Ещё одна проблема, но, впрочем, не только для территории вашего округа, а в целом для так называемых спальных районов, — это, конечно, наличие достаточного количества парковочных мест. Это, к сожалению, не всегда случается. Она, в том числе, эта тема была озвучена в ходе выезда на ваш округ. Какими механизмами можно повлиять на увеличение парковочных мест? И здесь нам следует понимать, что вы, как депутат, не можете в одиночку решить и сказать, знаете, вот в этом дворе будет столько-то парковочных мест, а вот это вот столько-то, и все под козырёк пошли и сделали. Нет, здесь совершенно другая история, зависящая во многом от собственников жилья на квартирных домах. — Да, как раз-таки к нам подошли жильцы нескольких домов. Это «Западная-4», «Западная-6», и ещё, по-моему, там «Западная-4А». И высказали своё пожелание о том, что у них достаточно большой двор, очень большой, и отсутствуют парковочные места. Мы с этим двором очень плотно работаем, вот с моими помощниками. Мы включали этот двор, я помню, в КГС, формирование комфортно-городской среды. Ещё в 2017 году подавали заявку, но, к сожалению, заявку не приняли, потому что потребовало необходимо, чтобы каждый дом подавал заявку, а не группа домов. Пришлось переделывать всю заявку, перепланировать всё. К сожалению, потеряли два года, и в 2019 году только заново подали. Но на сегодняшний день нет, пока двор стоит в списке очерёдности. Проблема от этого не ушла. И Борис Андреевич предложил собраться ТОС. Но мы тоже понимаем, что ТОС не решает проблему именно парковки. Он может решить какую-то локальную проблему с архитектурным формом, как-то, может быть, связать с каким-то там локальным благоустройством. Но парковка — это достаточно капитлоёмкий такой объект. Надо искать какое-то полноценное финансирование. Но мы рассчитываем, что всё-таки подойдёт эта программа к исполнению, и этот двор получит парковку. Ну, тем не менее, решение о создании парковочных мест — это ведь решение Совета дома, насколько я понимаю, их большинства, для того, чтобы, в принципе, сами-то работу начать. И от этого тоже бывает проблема. Например, в моём дворе я не уверена. Вот если я спрошу соседей, а давайте-ка мы расширим парковку, я не уверена, что я получу большинство голосов. Это вообще проблема всех, наверное, большинства домов, когда жители делятся на две категории — имеющие машины и не имеющие машины. Вот имеющие машины, им нужна парковочная зона, не имеющие машины, им нужно как можно больше зелёных насаждений. Ну, Константин Анатольевич, я добавлю, что есть ещё и третья категория, которым наплевать. И, к сожалению, у таких всё больше и больше. Мы не будем на них смотреть. Мы будем, давайте всё-таки общаться, проще и интереснее общаться с теми людьми, кто активен. Пусть эта активность носит негативный характер, пессимистичный характер, но ты, по крайней мере, есть в диалоге. И пытаешься показать свою точку зрения, её донести, и иногда люди слышат. Почему они пассивны? Может быть, даже не то, что они пассивны, негативны. В большинстве своём они просто не верят. Не верят твоим словам, не верят твоим доводам, устали верить, ну, такое, в большинстве своём. Если люди видят, что что-то происходит, изменения всё-таки идут, они тоже меняют свою точку зрения, они тоже готовы присоединиться к обсуждению. И мы часто встречаем такое, что выходим во двор, где-то показываем, видите, в том дворе произошло, и уже в этом дворе меняется отношение, уже какая-то группа активистов появляется, они начинают формировать и совет дома, начинают сами ходить, собирать подписи, какие-то рисуют схемы по возможной организации двора. Меняется. То, как себя ведут пассивные люди, которым наплевать, мы должны их всё-таки привлечь. А привлечь мы их можем только тогда, когда действительно будет изменение какое-то. Удаётся переломить ситуацию с вот этим неверием, о котором вы говорите. Причём это не обязательно неверие в чьи-то слова ваши или ваших помощников или оппонентов, неверие в то, что чего-то изменится. Вот скорее вот в это. Просто по весне я в ваших социальных сетях, ВКонтакте довольно часто видела, вы проводили встречи с советами домов, жителями, а у вас не просто многоквартирные дома, у вас огромные девятиэтажные дома, многоквартирные, многоподъездные. И вот там создать такую положительную активность действительно сложно. Я живу в пятиэтажном доме, и немного подъездов, и то не все мы дружные. А у вас там совсем тяжело с этим делом. Я с вами согласен. У нас по созданию ТОСов не очень хорошая статистика. К сожалению, действительно, очень тяжело людей привлечь на такой общественный диалог. Все заняты, у всех какие-то свои личные проблемы. И тем более вопрос ТОСов, еще раз повторяюсь, он не решает каких-то глобальных проблем двора. Поэтому непросто. Непросто, и не всегда это получается. Да, действительно, люди не верят, и в больших сомнениях находится очень долгое время. Проходит, вот мы когда начинали программы в КГС, я всегда говорил, кто первый встал, того и тапки. Вот первые несколько дворов, которые объединятся и заявятся, получат хорошее финансирование. Так и было. Потом, когда многие увидели, что на округе в соседних дворах что-то поменялось, они тоже попытались поменять ситуацию, объединиться. Но уже они сейчас стоят в очереди. Протеря времени, да. То же самое и с ТОСами. Все те, кто первыми увидел, услышал и поверил, они получили финансирование и что-то у себя в дворе или в доме поменяли. Мы на это все и акцентируем внимание, общаясь с людьми, что есть какая-то новая программа, новый проект, предложенный правительством. Надо включаться, надо пытаться. Потому что сейчас не получилось. Будет все равно какая-то другая программа. Там получится. Третья программа. Но самое важное, что подчеркивает, к чему нас толкает правительство и власти, что только через активность можно привлечь финансирование. Сегодня такие реалии. Если вы хотите детскую площадку, подпишите протокол о том, что вы готовы нести финансовую ответственность за ее содержание. И все. И вам поставят детскую площадку во дворе. Бесплатно. Многие не хотят. Не хотят нести дополнительную финансовую нагрузку. Даже небольшую, которая потом будет включена в счета. Там она небольшая. Я попросил, на встрече мы этот вопрос обсуждали, попросил Бориса Андреевича, чтобы, может быть, администрация просчитала, сделала калькуляцию, сколько будет выходить, условно, на квадратный метр квартиры стоимость обслуживания. Для того, чтобы до людей донести. Если там будут 5 рублей в платежке или 10 рублей, либо 100 рублей. Ну да, разница и большая. Пусть они услышат и посмотрят свой кошелек. Могут они это потянуть? Если они это могут потянуть, почему бы это не сделать? Почему бы не проголосовать за то, чтобы у тебя во дворе стояла еще дополнительная детская площадка? А почему правительство это делает? Чтобы ты отвечал за это, чтобы ты смотрел, если ты проходишь мимо, кто-то ее ломает, сделал замечание. Все правильно. От бытового вандализма. Да, мы исключаем, мы должны исключить это все. В ходе выезда большое внимание было уделено достаточно популярной у жителей округа территории скверу у телецентра или скверу журналистов. Насколько я понимаю, основной вопрос там это освещение территории. Хотя в последние годы сквер стал достаточно симпатичной территорией. Там все-таки сделаны ремонт дорожек. И вот там теперь памятник нашим погибшим коллегам. Тоже зона благоустроена. И вообще очень такой тихий, спокойный, зеленый уголок. Несмотря на то, что рядом оживленные магистрали Рижского проспекта, улицы Рокоссовской, там достаточно часто можно встретить пожилых людей, мамочек с колясками. Ну, конечно, вот малые архитектурные формы и освещение гораздо бы украсили эту территорию. Какие есть механизмы, Константин Васильевич? Действительно, этот сквер тоже мы прошли и посмотрели. Высажены ивы. Их, в принципе, чуть-чуть подрезать, подровнять, чтобы они не нависали над пешеходной зоной. И установить освещение с возможностью где-то посидеть. Не нужны большие тоже финансы. Борис Андреевич также предложил поучаствовать в КГС по комфортной городской среде, выставить этот проект на голосование. Мы этот вопрос пообсуждали, мои помощники взяли это на заметку, но буквально мы вчера обсуждали на комитете Сьюрченко с Натальей Александровной. Она сказала, что они участвовали, заявлялись... Я вам больше скажу, я голосовал за эту территорию в этом году. ...проектом. К сожалению, голосов они не набрали нужное количество. И я понимаю, почему. Потому что этот сквер все-таки находится вне жилой зоны. Это, так скажем, транзитное место, где люди гуляют. и близлежащие дома надо очень сильно обрабатывать, чтобы они проголосовали. А у нас в городе есть места, где живут большое количество людей, именно концентрировано, и они голосуют за те общественные пространства более активно. Да, вот, к сожалению, пока не получилось. Но все равно будем стараться. Это же не значит, что вы отказались от этого дела? Нет, мы взяли на карандаш эту мысль. Мы с Борисом Андреевичем еще раз пообсуждаем, как, в какую программу еще раз будем поддаваться. Мы еще раз подадимся. Но ведь есть же примеры позитивные таких же, как вы говорите, транзитных зон. Это, например, сквер в гостинице Рижская. Ведь там тоже по большому счету совсем не рядом жилые дома. И в этом году уже началось проектирование. Как раз ваш коллега Наталья Юрченко сейчас собирает предложения, чего хотят люди там увидеть. Мне кажется, вполне себе, если вот грамотно выстроить, что называется, пиар-компанию, поднять людей, которые живут рядом со сквером журналистов, может получиться, должно получиться. Зона очень симпатичная, мне она очень нравится, надо ее немножко подрихтовать. Я из своего опыта уже делаю вывод следующий. Если что-то хочешь, надо сделать первый шаг. Он в большинстве своем он не приносит результат. Но когда ты делаешь второй, третий, четвертый, рано или поздно этот результат будет достигнут. Главное не опускать руки. Когда заявляешь о проблеме и потом про нее забываешь, все, проблема не решилась, но ты ушел дальше. Мы сейчас будем этот вопрос продолжать. В следующем году, через год, я думаю, что этот сквер будет благоустроен, и то, что жители просят, будет сделано. Просто, может быть, не в следующем году. Безусловно, не нужно лишних ожиданий. Самое важное, чтобы мы его поддерживали в обсуждении. Отдельного вопроса стоит так называемый арт-объект на вашем округе. Это здание во дворе дома Парижскому 83. Оказывается, у нас могут быть потерянные строения. Потерянные здесь я поставлю в кавычки. Выяснилось, выяснить, чье оно и что можно с ним делать. Насколько я понимаю, вам так и не удалось. Бывают же в городе потерянные строения без хозяина или как это, без собственников. Расскажите вообще, что это за история такая? Это здание набило уже оскомину у жителей нашего округа, особенно у дома Рижский 83, 83А. Мы с ними обсуждаем вопрос ликвидации этого здания уже 10 лет. И то, что мне удалось выяснить, когда строились эти дома, тогда у нас был единый застройщик в городе, это в 90-х годах, ДСК, домостроительный комбинат, и это здание, это здание центрального теплового пункта, который должен питать теплом и горячей водой все окружающие дома. Но на каком-то этапе строительства была поменена технология, заменена технология, и в каждом из домов поставили индивидуальные тепловые пункты. И в таком большом здании нужда отпала. Но уже корпус, остов здания был построен и так брошен. В конечном итоге того ДСК уже не существует, в нынешней компании этого объекта в бухучете нет. Никакое юрлицо не хочет нести за него ответственность, также не хочет взять к себе на баланс. И долгое время администрация в том числе не принимала никаких действий. Вот слава богу, нас услышали, и нынешняя администрация приняла к учету, точнее к работе это здание, подали в суд на признание здания бесхозным, точнее бесхозяином. И после прохождения процедуры в суде, год должен этот объект вылежаться, если никто не объявляется собственником, то объект приходит в казну города с последующей его реализацией, либо ликвидацией, либо какими-то действиями. Так вот уже КУМИ подало в суд в прошлом году на это здание, в конце этого года должны заканчиваться процедуры выявления хозяина либо признания бесхозяином, и тогда следующим шагом это будет ликвидация этого здания. А оно уже в таком состоянии, что доброго слова не сказать, да? Оно сейчас находится в аварийном состоянии, остов состоит из железобетонных блоков, плиты перекрытия разрушены, кровли фактически нет, там где есть деревья растут. Ну тогда конечно надо ликвидировать, оно уже опасность представляет. И жители просят в этом месте установить парковочные места. Вот как раз. Уже определились с тем, что делать, и это слава богу. Ну что ж, удачи, дай бог, чтобы к концу года наконец нашлись все концы с этой самой потеряшкой. Актуальная тема для всех без исключения территории города это конечно ремонт дворов и проездов к ним. Основные магистрали на вашем округе находятся в достаточно пристойном состоянии, а вот с проездами дела видимо похуже. Как этот вопрос предполагает решать администрация города? Да, проезды, межквартальные проезды, у нас очень много их находится, там, так скажем, дублеров Рижского проспекта, через которые можно проехать, выехать в другом месте на Рижском проспекте. их сейчас поддерживают подсыпкой, фармами, но есть места, где требуется и капитальный ремонт, УГХ взял на заметку те места, где недоделано в прошлом году и где требуется дополнительный ремонт. мы прошлись по дворам и территориям и вживую увидели проезды между домами Рижский 85, А87, там действительно требуют капитального вложения, договорились, что будет поставлен в план ремонта, часть в этом году, часть в следующем. то есть уже сегодня я надеюсь, что в ближайший год-два проблема этих участков будет решена. Что позитивно могу отметить, то что рано или поздно сейчас администрация слышит депутатов и жителей и рано или поздно вопрос тот или иной решается. Он конечно же зависит на финансировании города Пскова, но планы, которые формируются, они выполняются. Вот это очень важный момент. Мне кажется, в последние годы все-таки стало получше с ремонтом тех же самых проездов. Нам хотелось бы, чтобы эта проблема была решена за один год по всему городу и так далее, но так не бывает. Финансирование все-таки это такая, что называется, упрямая вещь. Но стало получше и во всяком случае хотя бы ФАМам заделывают те дыры, где еще нет капитального ремонта. Конечно, я не могу вас спросить про ситуацию с вывозом твердых коммунальных отходов. Тоже обсуждали ее на округе. Опять же, вот вы сказали, жители подходили, в том числе и жители, задавали вопросы, которые сегодня никому не нравятся. Вот так случилось, что рекоператор немножко не справился, и эти вопросы теперь озвучиваются тем людям, которые по существу Рады были бы, если бы рекоператор справился. Каким образом, когда переполняются мусорки, когда нет долгой вывозки твердых коммунальных отходов, вы способствуете тому, чтобы этот процесс ускорялся? Ко мне обратился буквально накануне контрольного объезда активный житель по адресу Рижки 73, и мы как раз проходили, специально повел Борис Андреевич показал красоту, в кавычках, как состоит, как у вас состояние контейнерной площадки именно по этому адресу, там ужас и забитые мусоропроводы в домах, тем более сейчас лето, жаркий период, не доставляет радости никому, жителям, властям. Конечно, я реагирую на все жалобы, на все просьбы, и у меня есть обращение сейчас и к председателю комитета БЖК Хаграхову Сергею Сергеевичу, так как они являются надзорным органом по действию рекоператора и в природоохранной прокуратуре у меня написано жалобы на бездействие, пока, к сожалению, ответов не получил, но на все жалобы и просьбы жителей, естественно, я эти все замечания, просьбы переадресовываю и в рекоператоры, и в администрацию города, и в надзорные органы. Небыстрый процесс, действий таких, но делаем все, что можем. Сейчас получше стало с вывозкой, потому что многие, вот мы с коллегами соберемся обсуждать эту тему и фиксируем, что стали чаще вывозить, возможно, потому что смоленские те самые мусоровозы спасительные приехали или там как-то нарастили темп, но стало получше. Конечно, это не идеальная история, но стало получше. В первую очередь стало получше с вывозом бытовых отходов, а вывоз крупногабаритного мусора пока не сдвинулся с мертвой точки. Проблема острая, это, естественно, бытовой мусор, освобождение шахт от мусора в домах, это начинает происходить, да, но крупногабаритный мусор, он как лежал, так лежит. Это правда, более того, он копится. Копится, копится, это, конечно, не очень хорошая история, но, тем не менее, будем надеяться, что сейчас власти, исполнительная власть наша региональная и, конечно, городские там, где могут поспособствовать, активно пытаются решить этот вопрос. Вы совершенно правильно заметили, что сейчас лето, и это очень нехорошая история, связанная с погодными ситуациями, в том числе и аномальными. Риски заболеваний. Конечно. Ну, будем надеяться, что в ближайшее время все это решится, и, наконец, и мы вздохнем с облегчением, и люди, которые не должны заботиться о четком графике вывоза твердых коммунальных отходов, например, депутаты или там городская администрация, вот уйдет с них эта нелегкая обязанность. Что ж, Константин Васильевич, спасибо большое. Наша программа завершается. Рада, что вы сегодня пришли к нам в студию. Хочу напомнить радиослушателям и зрителям трансляции, что в программе «Гайд Парк» у нас сегодня был депутат Псковской городской думы по округу номер 11, председатель комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления городской думы Константин Васильевич Болотин. Спасибо вам и успехов. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...